Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Киножурнал «За кадром». Тема мезальянса на примерах двух итальянских комедий. На примере двух итальянских фильмов хочу рассмотреть тему мезальянса между мужчиной и женщиной. Хотя на самом деле просто два хороших фильма, которые я рекомендую посмотреть. В преддверии праздников предлагаю вашему вниманию две чудесные комедии, снятые в разное время, но чем-то похожие. Объединяет эти фильмы тема любви принцессы к бедному парню из народа. Оба фильма — без интриг, коварства и тупого юмора. Душа на них отдыхает и хочется снова верить в чудо и настоящую любовь, бесхитростную и честную. Безумно влюбленный «Инна Марата Пазза», 1981 год, режиссеры «Костеллана и Пиппола». В главных ролях — Адриана Челентано и Арнелла Мути. Жанр — романтическая комедия. «Принцесса и нищий», Айл Принципа Бусива, 2013 режиссер, «Алессандро Сьяни страна», «Италия жанр», романтическая комедия. Безумно влюбленный, 1981 год, слушаю песни в исполнении Адриана и восхищаюсь. Голос прекрасный, как и он сам. Итак, сюжет незамысловатый, принцесса маленького европейского государства вместе с матерью и отцом приехали в Рим просить заем. Девушке скучно, и она сбегает из дворца посмотреть Рим. И встречает его обычного водителя автобуса, который с первого взгляда в нее влюбляется. Но их отношениям препятствуют деньги, необходимые маленькому государству, но которых нет у водителя автобуса. Этот фильм я смотрела в разных озвучках и в разных качествах, пересматривая снова и снова, и он всегда великолепный. Но почему-то всегда у меня в подсознании всплывал фильм «Укращение Строптивого», я бы сказала, что история наоборот, в «Укращении» она его добивалась, а в этом «Он ее». Тем более, что «Безумно влюбленный» снят на год позже «Укращение Строптивого». Адриана с его потрясающей пластикой, мимикой естественностью, всегда неподражаем. Ощущение, что он такой в жизни, слегка нелюдимый деревенщина, бескомпромиссный, несгибаемый, обаятельный и харизматичный. С такой харизмой, как у него, даже красота не нужна. Здесь тоже много прекрасных деталей и режиссерских находок, которые делают фильм прекрасной комедией. А в нынешнее время так не хватает положительных эмоций. «Принцесса и нищий» 2013 год есть спойлер. Режиссер – Александра Сьяни, он же исполнитель главной роли. Принцессе опять же маленького европейского государства не дает покоя славы ее покойной матери, которая была на обложках журналов и газет. Ей нужна шумиха, чтобы собрать деньги на благо. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб